Игорь, меня посетило удивительное видение, что сейчас будет очень кроссиво. Кроссиво будет именно сейчас. Пора выпускных в нашем крае, да и не только в нашем крае. А мы бы хотели вспомнить о конкурсе, который проходит уже 10 лет. Начинался как интернет-конкурс, но сейчас это такое серьезное событие. Называется данное мероприятие «Королева выпускного балла». Много городов принимает в нем участие. В этом году условия проведения конкурса были настолько жесткими, что смогли их выполнить только три города. Это Канск, Ачинск и Иланский. И сегодня у нас в гостях, кто бы вы думали, победительницы этого конкурса, самые красивые девушки своих городов, самые красивые выпускницы. Давайте же мы тоже полюбуемся на эту красоту. Итак, у нас в гостях Алена Махрова, выпускница лицея номер один. Это город Канск. И Елена Красненко тоже выпускница лицея номер один. Так получилось. Но уже город Ачинск. Девушки, доброе утро. Давайте вы покажете нашим телезрителям свои прекрасные наряды. Пожалуйста, начинает у нас... Алена Махрова. Алена, понятно, да. Одна за другой. Так. Алена прошлась. И теперь Елена. Это те самые платья, в которых вы принимали участие в вашем конкурсе. Правильно? Нет. Нет? Нет. У вас там были какие-то другие условия? А в чем вы были? Ну, у нас есть конкурсы. Мы участвовали в этих конкурсах, принимали участие. Это были как фотосессии. И там уже специалисты подбирали образы. Либо ты сама, ну, получается, берешь инициативу на себя и берешь свое платье. То есть образ у нас был только на фотосессии. Ага. Ну, шили платья сами или обратились... Обратились в помощь. К покупной теме, да? Да. Вот покажите, что это у вас с собой вы принесли. Я так понимаю, это лента и диадемы. Да. Правильно. Это лента. Да. Так выглядит королева. А давайте мы... Это вещественное доказательство того, что девчонки победили. Ты хочешь быть королевой? Нет, я не отказываюсь быть королевой. Я представляю, насколько это почетно и классно, но я не наглядно демонстрацию гостей. О, боже мой. Ну, что ты делаешь со мной? Вот так вот, да. А можно... А есть другая только... Я с королевой выпускного бала. Нет, другой. Мы добавим, мы дофантазируем. Ты с королевой выпускного бала. Это очередной твой сон во время рабочего дня. Тогда давайте наденем Игорь в диадему. Давайте. На мои волосы точно подойдет. Диадемы это... Подожди, надо историю выяснить. Вам их вручали на конкурсе? Нам их будут вручать на торжественном мероприятии в день выпускного. То есть мы будем выходить на площадь. Ну, вот у нас, допустим, в городе Ганске проходит торжество на площади. Вызывают почетно королеву выпускного бала, надевают ленту, диадему и дают грамоту. Круто. А у вас как все происходит? Сейчас будет проходить внутри нашего лицея, и администрация школы вручит нам диплом, ленту и диадему. Скажите, ну вот вы со сколькими конкурентками состязались? В моем городе было семь участниц, но в финал вышли только две. Это я и Гордеева Дарья. Тоже с моей школы, с параллели девочка. Ну, вы, видимо, Дарью как-то опередили по баллам. Да, там было голосование, и мы принимали участие в различных акциях, конкурсах проекта. А, че жите. Сколько было участниц, и какой город больше всех предоставил участниц? Ну, я думаю, что Каннск, потому что было... Ну, конечно. Участниц было девять или десять, достаточно много. И по началу конкурса добавлялось очень мало участниц. Это только вот в мае был такой наплыв, или в апреле прям добавилось много девочек. Ну, в финал вышло участниц пять, и там уже была серьезная борьба. Прям очень... ну, до последнего мы не знали, кто победит. А кто жюри-то вообще вот меня интересует? А судьи кто? Ну, получается, вообще, организаторы конкурса — это фонд основания. А жюри... ну, у нас есть женщина, которая нам пишет, ее зовут Лидия. И, то есть, там есть спонсоры, много спонсоров. Вот в каждом городе, допустим, свой спонсор. И я думаю, что вот они как бы определяют, как жюри являются, и определяют. А какие были испытания, и какие были максимально сложными для вас? Какие больше всего бросили вызов? Ну, давай. Ну, конкурс устроен так, что есть определенные сроки, когда девушка может зарегистрироваться на самом сайте. То есть, если она регистрируется в сентябре, ей дают определенное количество баллов, самое высокое. Позже, чем позже ты регистрируешься на сайте, тем меньше голосов ты получишь. Ого. За регистрацию. Это только за регистрацию. Это только за регистрацию. Также за фотосессию, если также в определенные сроки ее предоставить и вообще опубликовать, то там за нее тоже дают, ну, голоса. То есть, весь конкурс основывается как на голосах. Голосования. Да, голосования. Ты выполняешь какие-то конкурсы, участвуешь в конкурсах, тебе добавляют голоса. И вот у тебя, допустим, определенно 300 голосов, и после этого открывается счет на голосование зрителей. То есть, зрители уже голосуют. Они начнут не от одного голосовать, а от 300. Скажите, ну вот хорошо все поучаствовали. Сейчас вам вот такие ленты вручат, диадемы наденут. А дальше что? Это как-то принесет какие-то бонусы на поступление, например, в вузы? Ну, на поступление в вузы это ничего не принесет. Единственное, что есть один конкурс, это снять видеоролик «Моя будущая профессия». Ну, вот я участвовала в такой, и я тоже знаю, что ты участвовала. И победительница будет получать стипендию каждый месяц. Первый семестр. Да. Так и в итоге про какие профессии вы сняли в видеоролике? Какие выбрали профессии? Химик, технолог. Да ладно? Да. Я врач. А вы врач? Врач. Ну, слушайте, мне кажется, вот после таких конкурсов первая ваша профессия будет эта жена и любящая мать. Слушайте, давайте. Потому что кавалерия-то явно появляется. Давайте, знаете, что мы сделаем? Попробуем встать и еще раз показать нас всех во всей красе. Давайте попробуем. И вот мы тоже встанем, чтобы, знаешь, зачем? Да лечим. Чтобы поклониться девушкам за то, что они поучаствовали, победили в таком конкурсе, за то, что были сегодня с нами. Напомним, что с нами была Алена Махрова из города Каннска, выпускница-победительница конкурса Королева выпускного, и Елена Красненко из города Ачинска, тоже выпускница того же учебного заведения и тоже победила в конкурсе Королева выпускного бала. Девчонки, ну скажите, но душу-то греется, что самое красивое. Конечно. Держите вам диадему. И ленточку. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Действительно очень красивые девушки. Спасибо большое. Ох, таких бы девчат, химиков, технологов, да врачей, да побыстрее бы в профессии, чтобы они сделали нашу жизнь гораздо лучше, интереснее, и чтобы лучше было не только в целом на земле, что-то на земле, в Красноярском крае было бы великолепно, например, бы не страдала наша экология от того, что люди ее нещадно загрязняют. Он вообще не говорит. Такой вот сейчас проблема с этим. И вот наша корреспондентка Софья Лупинина пообщалась с теми людьми, которые берегут природу и которые подскажут вам, дорогие телезрители, как вы можете помочь. Ну а мы пока побережем красоту.